добрый день дорогие друзья с вами мария карпинская как свет включить наверно будет лучше посмотрим что-то мне не нравится ой это слишком ну как-то так значит сегодня тема как продолжение но она пошла еще да пойдем еще дальше пойдем от планеты земля во вселенную нашу и в нашу планетарную систему но прежде чем туда ходить в общем то считайте что это мое воображение а кто его знает может это так и было потому что очень часто то что я как бы приходили мне догадки они потом через какое проходили 10-15 лет об этом уже говорили все ученые это открывали поэтому скорее всего это и есть правда я думаю что очень скоро люди уже начнут говорить что русалоиды атланты это и есть русь это и есть остров пушкинский буян когда все континенты были вместе был один континент единый я уже говорила и был один океан океан который назывался синим морем вот и люди которые жили они жили и в воде и в воздухе потому что было слияние воздуха и воды и все печати не было печати ведь печати пишется в новом или в старом я не помню завете то есть и тут мне лариса такая подсказала я все думаю откуда же взялись китайцы мы сейчас перейдем более высокой теме это такая средненькая тема откуда китайцы взялись и она подсказала что это же отец всех народов авраам имел множество наложниц от них рождались куча детей и он этих детей посылал на восток таким образом он же отец всех народов значит он отец и китайцев и таким образом образовался китай теперь все понятно почему китайцы такие хитроумные почему у них тоже хуцпа в общем это это ваши размышления я просто вот знаете что мне понравилось все кто написали они они как бы вот размышлять начали то есть развивать свое воображение и тут кто-то мне там задал вопрос что как прежде чем перейти дальше к теме как открыть свое воображение вот так и открывать я даются намеки такие как бы я же даю вот что-то то что сложилось у меня а вы дальше развивайте смотрите думаете какие у вас откроются еще вещи вот а вообще воображение это детство да в детстве у каждого ребенка есть воображение он умеет воображать если у вас осталось хоть капля детства у вас обязательно будет воображение надо сохранить или как вернуться в детство вспоминать себя больше вспоминать в детстве хотя говорят старости вспоминают нет это параллельно вспоминать себя когда вы были маленькими что вы думали пытаться пытаться вспомнить вот и вот эта непосредственность что такое русы русь остров буян это вот легкость непосредственность рукавом царевна я ведь махнула русалочка и она золотая рыбка у меня тут окно открылось я не я не хотела открывать окно и острову буян образовался это прямо сотворение земли это наверное есть мать богиня она же лилит который потом преследовали но это уже позже мы сейчас говорим о дальних временах миллионы лет назад когда была сотворена земля и когда был первозданная все на ней вдруг потом начнут произошла какая-то еще не 7000 а раньше вот эта битва где-то где же какая-то всемирная катастрофа галактическая и я сейчас перехожу уже вот к нашей планетарной системе мы все прекрасно знаем что вот есть солнце и есть планеты сколько там их насчитывают 8 а там говорят 12 было и была и прозрепина такая планета в общем видимая невидимая ну в общем не будем об этом говорить но мы хорошо знаем что с одной стороны у нас горячая планета ближе к солнцу венера горит а с другой стороны у нас марс который сильно холодно ему вот то есть и атмосферой там нет и там нет то есть она свернулась сгорела и что-то произошло но извините меня пожалуйста если находиться на разном расстоянии почему среди всех планет только земля находится 3 по моему по счету до в таком вот привилегированном положении что на ней все вот так растет и она такая вот вся из себя а все остальные планеты гибельные почему мы приводят кучу разных версий сейчас я приведу как бы ну свою воображаемую версию или свою фантазию уж как хотите так и думайте сейчас прямо к ней подойду и прямо чтобы подходить к ней у меня прямо извините даже водички хочется попить вы уже меня простите я сейчас немножко отклонюсь потому что вот сейчас я вам расскажу о логике извините я тут просто вот в домашнем таком вот а логике расскажу просто логически вот давайте вот значит у нас строение нашей планетарной системы известно солнце и дальше идут планеты и строение атома примерно по орбитам находясь дальше 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 и строение атома точно такое же то есть ядро и там электроны находятся на разных орбитах 1 2 10 25 там не важно на разных орбитах и так вот что-то там такое происходит и говорят даже в атоме идет борьба электроны борются между собой один спихивает другого с орбиты старается поближе только игру то ли кто подальше кто поближе но мы не будем сейчас об этом говорить вот и на самом деле это получается как бы несправедливо давайте сейчас сначала к логике перейдем но несправедливо что почему-то венера там вся сгорает ей вообще просто там невозможно извините попьем хотя это венера богиня любви да а на марсе холод а там дальше еще неизвестно что вы даже не исследовали не знаю вот а теперь представьте себе это уже воображение на доле секунды что до того как случилось вот это некая планетарная а может и галактическая катастрофа вот представьте себе что все было по-другому там вот пишут что и свет был внутри человека вот потому что клетки атомы это все как-то взаимосвязано я сейчас не буду вдаваться в детали изучать что там что там я беру только основной зерна да чтобы вы поняли и сейчас мы не будем удаляться в галактику там созвездия что с ними произошло возможно тоже какая-то не то что-то случилось но это далековато мы будем только на нашей планетарной системе и так нарисовали себе мысленно картинку солнца и дальше на орбитах идут планеты и вот эти планеты все и только земля находится в привилегированном положении скажите пожалуйста если даже вот в человеческом обществе она кстати тоже так устроена кто-то находится каком-то ну привилегированном положении перед кем-то а кто-то где-то на задворках истории это вот вас устраивает вот это правильно так должно быть или нет почему в россии свершилась революция потому что владимир ильич ленин увидел бурлаков на волге и так у него родилось что надо вообще как бы братство равенство и счастье всех народов а теперь я вернусь к авраму известному извините отец всех народов я рассказывала вам его историю вы можете прочитать внимательно и понять но я рассказываю с позиции логики вот смотрите еврейский народ подпадает типа плен к египтянам там они живут себе роскошно ну плену жена аврама сары и по-моему звали очень красивая женщина молодая это еще молодость аврама и что делает аврам вообще как по нашим меркам вот по по человеческим особенно по русалоидным это что вот нормально он ему я и говорит иди-ка ты к фараону египетскому попасть рабу если раб египетскому фараону было все равно что извиняюсь два пальца отписать и она идет к нему и станет и говорит его любовницей будешь и меня кормить и сама в хорошем состоянии и так давайте представим такую картину он заставляет сару ну как она к нему к этому относиться будет после этого можете представить пойти к египетскому фараону и стать наложницей ну любовницей по нашему да и таким образом она и там и тут то есть она простите совокупляется и с аврамом из фараона видимо в какой-то момент вся эта беда была замечена и египетский фараон такой жестокий такой народ в плен взял вот этот значит фараон узнает об этом спрашивает сару и она признается ему что да она не сестра а скажи что ты сестра скажи мне авраам говорит скажи что ты мне сестра хренеть да вот она хуцпа и сара признается что нет она не сестра она жена значит фараон понимает что она простите спит и там совокупляется и там совокупляется когда можно да то есть и она еще носит аврааму там чего-то и он имеет какие-то блага находится рядом при дворе извините он же брат был вдруг выясняется что ни хрена не брат а муж вместо того чтобы их изничтожить как это делали китайские императоры почему-то египетский фараон вместо этого отпускает авраама вместе с его сарой и еще дает а до этого ушел уже народ там еще и дает ему еще там стада какие-то овец там коров и черт его знает что то есть он с собой ему дает еще я думаю что египетских этих слуг авраам является в выудею руки вот так орет вверх видите я отец народов потому что вот я ушел и пришел вот с дарами после этого сара конечно не может от него зачать потому что она даже не спит с ним ну как можно любить такого мужика такого мужика можно убить презирать прости господи но она живет себе видимо и посылает его вон иди к служанке нахрен и он простите что употребляю такое слово нахрен оно не страшно но просто по-другому это не расскажешь он идет к служанке тоже с ней ложится как там на ложе рождается ребенок в это время к саре приходят какие-то молодые люди судя по всему египтяне симпатичные что-то они там кулем-улем покрутили и через некоторое время сара беременеть и она тоже рождает ребенка и так рождается два ребенка это начало только один от наложницы ой служанки а другой от старой начинается противостояние вот уже по поводу детей кому что достанется и вы помните там авраам вперед типа ему бог говорит отнеси ребенка на гору там принеси его в жертву ну представьте он прет ребенка на ослике каком-нибудь на гору чтобы там то ли ему отсечь голову то ли спалить на костре точно не помню да это не имеет значения короче убить его и а он по-моему замахивается в тот момент когда он замахивается там чем-то его руку кто-то останавливает и он говорит что ангел остановил ангел а я думаю что египетский слуга который был при саре когда все это случалось пошел за этим авраамом давайте логикой логикой не надо никуда уходить не в какие там дебри и как тот момент когда тот уже замахнулся над ребенком он остановил его руку дальше уже переврали все ну как обычно да сделали из этого такую вот легенду что по воле бога что бог авраама испытывал такую поганцы да который вообще свою жену отдал фараону сказать скажи что ну понимаете да ну говнюк я думаю что сара его не уважала и он считается отцом всех народов вот и тут меня лариса прямо сделала подсказку я еще раз повторюсь китайцы откуда они взялись думаю вот откуда такая желтая раса взялась невысокого народов ну и тут лариса подсказала что авраам имел потом разбогател он же отец народов куча наложниц всяких где они там чего их брали захватывали или как там и от всех рождались дети плодовитый правда был вот и потом когда дети подрастали он их отправлял по разным направлением на восток вот таким образом видимо основался давным-давно китай а потом уже этот китай вырос появились императоры китайские дальше они захватили атлантов или русалоидов да вот законопатили печати сделали запечатали подо льдами появились льды земля накренилась вот история вся с абрамом и происхождением китайцев поэтому китайцам доверять нельзя и евреям тоже и вы знаете теперь друзья переходим к планетарной системе я уже говорила что так нечестно что земля стоит на таком месте что солнце вот ее так правильно обогревает и у нее все растет а венере хреново она горит а марсу холодно а это и горячо как же так и тут у меня возникла такая мысль то что до большой вот этой я бы сказала галактической катастрофы считайте что это фантазия но я думаю что это фантазия может стать реальностью ой извините опять остановлюсь дело в том что сейчас пошли сдвиги континентов и я думаю что континент опять сдвинутся и образуется один материк это и будет я уже еще раз повторюсь остров Буян и будет синее море будут распечатаны все русалоиды духи русалоидов вот и появится все новое будет новая земля а теперь как появится новая земля новое небо там и светящиеся человеки и так далее давайте посмотрим представим себе опять в мое воображение такую картинку что вот я бог богини или бог и я изначально я не стала бы если я хороший бог не никакой не будет то я не стала бы так делать что одна планета находится ближе к солнцу горит другая дальше ей хорошо третья мерзнет что за фигня это же тоже дети планеты тоже живые все и дети тогда как бы я сотворила этот планетарный логос так скажем эту планетарную модель как бы я сделала я бы сделала вот если одно солнце можно конечно два поставить я бы поставила два солнца одно вот как оно есть наше а второе поставила бы там еще одно а может и 1 1 достаточно чтобы обогревать планеты с разных сторон и все сделала бы орбиту одну всего одну и по этой орбите последовательно вращались бы все планеты они все были бы равны братство равенство и счастье всех планет и они были бы на равном расстоянии от солнца одного или двух говорят было два солнца когда-то может и так и все стороны обогревались бы и синее море было бы теплым оно было бы одно дано на всех и один континент на земле и другие тоже проявились бы там тоже была бы жизнь понимаете да и все планеточки хороводиком не зря вот люди хороводы водят а вот что это такое хоровод никто же не знает хором водят да вот это один хор ведь каждая планета имеет звук это вот и есть хора и тогда вот эти планеты так и было вот я вот нюхом чую пусть назовут это моим воображением а я нюхом чую что так было что все планеточки ходили по одной орбиточки друг на друга на разном расстоянии и все они одинаково обогревались одним или двумя солнцами это уже звездами да не важно вот возможно по-другому даже плана там раз звезды располагались дальше мы не пойдем это уже далековато мы пока рассматриваем на только нашу планетарную модель теперь временно представьте такую модель всем планетам хорошо на всех планетах начинает зацветать жизнь как здорово то а вот оно и все планеты живут и все друг другу в гости летают ходят или как там по эти по трассам каким-то там может быть через какие-то специальные кротовые норы а может и напрямую и вот почему говорят три десяток земли царства три десяток государства это же есть земли то есть три девятая девятая планета например их было двенадцать да прозерпина по моему тоже было вот кто-то там попал поехал туда на марс кто-то на венеру кто-то еще куда-то и все друг с другим общались и дружили и как все было замечательно и никто никого не ущемлял мы пока не говорим о том откуда же появилось зло мы пока об этом молчим было внесено зло может даже момент сотворения мы пока об этом молчим и так понятно что если все планетки будут как хоровод весной ходить вокруг одного солнышка или двух солны и с той стороны будет подогревать еще да то все планетки расцветут они будут все счастливые никто мучиться не будет живые существа тоже извините а теперь перейдем с макромира говорят ой да что в макромир а то и в микромире а теперь перейдем к светящимся людям потом к сейчас мы перейдем к этому а там устроен также как планета одна модель сегодня то есть ядро вокруг ядра орбиты и по ним вращаются электроны кстати точно так же устроена модель общества если один человек например он же электрон условно да воображение включать вращается по одной орбите с другим электроном они могут стать мужем и женой и любить друг друга но вдруг какая-то сила сшибает с этой орбиты электрон на другую электрон переходит на другую орбиту он уже жену свою не понимает она например осталась на той орбите на которой было все развод ну понимаете нарисуйте себе сцены непонимания один говорит одно другой не слышит все война миров расходятся то же самое происходит и в атомах то есть в атомах идет движуха в зависимости от температур еще от чего-то они там воюют кто будет на какой орбите стоять идет война даже на уровне атомов кто не знает изучайте физику извините я вам не буду ничего доказывать так вот что происходит а теперь представьте другую картину изменилась планетарная солнечная модель а как вы думаете в микромире раз в макромире изменилась изменится ли атомарная модель извините кто физику не изучал простите я не могу вам сейчас всю физику объяснять и вот представьте себе что неожиданно только количество атомов будет разное неожиданно то же самое случится и с атомами то есть они начнут вращаться это слияние всего понимаете по одной орбите и будут находиться на разных расстояниях друг от друга не сталкиваясь что надо чтобы все это разрушить да просто что-нибудь запустить я такая черт его знает чего какое оружие для того чтобы и планеты все сошли с орбиты каждая застряла черти где и чтобы атомарная модель изменились и тоже образовались эти орбиты а когда все атомы ой все электроны или облачки как ходят по одной орбите друг от дружкина тоже хоровод водят хороводы вот за что мы любим хороводы почему на руси древний хоровод был основой всего хоровод хоровод даже песни какие-то были извините что я не помню может кто-то и вспомнит вот кто кого ведет и в изображали эту модель но это же модель которая была разрушена вот а уж после этого разрушения все было и захвачено вот и у меня есть такая надежда что все и должно вернуться на круги свои и у меня есть такие подсказки из космоса от вселенной о том что произошло это потому что вот эти звезды созвездия созвездия тоже там с ними что-то не то случилось кто-то куда-то повернулся и когда какие-то созвездия перевернуться по-другому то есть произойдет какие-то перевороты повороты то тогда и и тут все изменится мы будем рассчитывать я не знаю будем ли мы жить в это время или не будем я не могу сказать вам но если такое случится теперь представьте что все планетки расцвели все расцвечено одним или двумя солнышками неважно бывают же и двухъядерные там эти атомы да что у него два ядра бывает бывает ну в общем допустим и точно так же электроны ходят по одной орбите гуляют друг за дружком хороводы водит что произойдет тогда как вы думаете все одинаково обогреваемым все тем же ядром все имеют одинаковое притяжение не что-то там один ближе стоит другой дальше одному вот я перевожу на человеческое общество другому все а будет у всех братство равенство свобода и счастье всех атомов а также это перейдет атомы клетки они взаимодействуют это материя начнет изменяться вся материя она вся станет простите светящийся автоматически это подействует на наши клетки я сейчас биологию не буду влезать но там тоже есть там ядро протоплазмы и и всякие там эти неизвестно что там тоже все поменяется и тогда будет свет внутри человека и так материя светящиеся человек свеи люди светящиеся планеты все выстроились хороводы все счастливы и все процветают это только одна всего лишь планетарная модель ну представьте что эту модель можно размножить от микро до макро на всю на все галактики метагалактики раз что произойдет произойдет все расцветятся и мы увидим вот это вот не темный космос космонавты летает космос темный что за фигня почему он темный мы увидим светлый светлый космос мы увидим свет огромный везде и тогда ночь не будет а будет день и будет совершенно другое мироустройство и будет совершенно другие люди и тогда вернется вот этот остров буян на земле и возможно что этот остров буян будет и на других планетах и синее море океан вот и волшебства все из слияния печати будут взломаны которые китайцы наложили на небо на слияние неба и воды представляете если эту печати все сломаются огонь освободится свет свет пойдет вода будет насыщена кислородом человек может спокойно в воде дышать в воздухе летать вы только представьте себе вот это максимум сегодня воображение которое я вам даю но на самом деле вам честно скажу для меня это реальность она была я ее просто наверное помню и когда я лежу на океане плаваю там могут на этих зыбях до зыбка вот там лариса спутала и сказала что зыбка это холодно зябка это холодно когда дрожишь а сыпка это вот детская колыбель так вот если такое я совершенно точно знаю что я это помню что так было но я не могу сказать что вот это абсолютно истинно я не могу это доказать понимаете поэтому раз нет доказательств то я предлагаю принять мою версию в качестве воображаемой и продолжить вам продолжить воображать вот кто хочет развивать воображение пожалуйста продолжайте как это могло бы быть то есть представьте себе вот начинается воображение со слов представьте себе представьте себе хотя бы что на земле будет происходить когда атомы поменяются хороводы электроны будут водить вот, значит природа вся начнет светиться я, кстати, ее видела, эту светящуюся природу, вот, и там будут цвета присутствовать разные космос весь, ладно, уже дальше не пойдем расцветиться, планеты все живут, в гости будем ходить друг к другу какая большая любовь будет и представьте, как вы будете жить и сколько лет 50-60 и болеть или не болеть или уже болезней не будет вот это ваше уже и я прошу вас здесь высказывать в своих комментариях, рассказывать это все, как бы показывать видите, как я много вам опять дала и перешла уже от одной планеты Земля к целой планетарной модели но почему-то у меня есть такая мысль, это я просто еще не додумала ее, смотрите если, допустим, было, например, 12 планет, последняя прозерпина да, и они все вращались по одной орбите и, допустим, они сами вокруг себя вращались, а может и не вращались я этого не знаю, как там было я, это вы уже можете там придумать и, допустим, было одно Солнце а с другой стороны планет вот одно Солнце, здесь большая орбита по ней хоровод водят планетки и с другой стороны еще одна звезда Солнца две звезды и они обогревают Землю со всех сторон никаких льдов никогда в жизни не будет будет только синее море океан и на каждой планете будет большой остров Буян будут чудеса ну как вам такая воображаемая модель а может быть реальная? кто скажет реальность это? или я это придумала? или это я представила? или это... так вот между воображением и реальностью которая была или будет какая разница? какая разница между фантазией есть еще говорят воображала, хвост поджала, да? люди бывают воображают не то а это уже фантазия вот какая разница между фантазией и реальностью и теперь еще раз процитирую вам Геота из Фауста солнце свет пустой затмится лишь сиял бы в сердце свет в сердце нашем все таится все чего и в этом мире нет то что я вам рассказала в этом мире нет но в сердце нашем все таится и если мое сердце работает зыбко с океаном то есть вот на зыбе на это я мне это открывается но я еще и раньше до этого дошла просто вы наверное не помните может быть сейчас уже другой уровень развития у человечества и вы можете себе уже развивать вот эту вот фантазию вот пусть это фантазия да, я уже говорила что фантазия зарождается от любви когда вы кого-то полюбили или влюбились но при этом молчите и не говорите тогда внутри вас начинает котел фантазии работать да но если допустим вы в возрасте вы можете полюбить что-то воображаемое от любви а потом вот уже представлять себе ну у меня большой опыт так скажем любви и поэтому я могу себе представить а на самом деле ну опять представить я все время говорю представить перед собой поставить то есть то что было я ставлю ближе сюда по времени вечность вновь соединить разорванную раскрутить время что я делаю я раскручиваю спираль времени назад но когда я раскручиваю спираль времени назад сейчас своем так скажем своими словами я прихожу к истоку к началу вот оттуда все и должно начаться то есть первое творение сколько бы здесь не старались сколько бы войн революции что там еще бывает захватим сейчас поставим нового правителя он там все наведет порядок все это фигня на постном масле это бесконечная борьба как в атоме так в обществе человеческом так и везде понимаете битва и темный космос не люблю не хочу хочу светлый космос хочу рассвеченный разными цветами радуг вот поэтому даже я когда рисую вот здесь в доме у меня все очень цветное потому что таким я вижу космос весь космос этой галактики и метагалактики но начнем с нашей планетарной системы то что я предлагаю вам вот с помощью воображения вместе со мной ну как бы как станьте ребенками перестаньте быть взрослыми и поиграйте в такую игру называется давайте поиграем в хоровод только не за ручки беремся как детки мы водим хоровод хоровод кто кого ведет да а давайте поиграем в хоровод планет и в хоровод электронов как вам такое а также в хоровод человеческих судеб когда не пирамида от которой меня выташнивает что это такое на вершине там все имеют внизу ничего на них все давит а вверху всем хорошо видишь когда достукались до чего а представьте себе что все пирамиды рухнули и власти и экономики все короче рухнуло а вместо этого появляется человеческий хоровод одна единая семья одна единая планета и много планет и везде хороводы вот эти хороводы водятся вокруг солнца и люди водят хороводы вот просто сами по себе деляясь друг с другом всем что у них есть перетекая все энергия перетекает что там а там ресурсы уже не надо вы же помните что когда такое происходит и все нормально тогда появляется царевна лебедь рукой махнула кто-то образовалась кто-то щелкнул пальцами вот это образовалось но это уже другая новая жизнь она такой была простите вот сейчас прям разобьюсь в доску и все равно буду утверждать что да те кто логики считайте что я нафантазировала то есть я так и скажу ну а это фантазия моя но на самом деле я чувствую что так было я знаю что так было но доказывать никому ничего не стану просто поиграйте воображение давайте вот вам и развитие воображения вошло кто знает чем больше людей играет в такие хороводы не в те которые водят люди там на полянке вон там виссарионовцы помню я была все что-то в хоровод станут все водят а что они там водят для веночки одели играть в какую-то игру дети а в другие хороводы которые вы представляете в своей голове в своем воображении откройте свои сердца и представьте ну а если вы откроете сердца и поверите что Мария Карпинская не врет не сочиняет там чего-то хотя я и писатель да но не не придумывает а что так и было кто же его знает как оно там все случится то есть вот Жанна Дарк говорила такой лозунг у нее был простой там она говорила кто любит меня за мной за дело Франции милой кто любит меня за мной я могу сказать то же самое за дело вот этого Руси милой кто любит меня за мной и тут ни при чем война Украины или там России там чего-то такое или там где-то еще в других местах тут ни при чем вообще ничего понимаете да но меня радует что на самом деле конечно страшно что гибнут люди в Турции там 15 человек но ведь плиты начали сдвигаться и я думаю что все-таки там сверху какие-то звезды они потворствуют солнцу потворствуют нашей земле нашим планетам и сделают это потому что для того чтобы это случилось ни один человек на земле не мы можем тоже помогать да мы можем об этом мечтать мечтайте люди мечтайте больше воображайте фантазируйте и все вам будет любовь вселенская вам будет лишь будьте понастырней люди будьте понастырней думайте так и звезды нам помогут а я прям прошу вот эти созвездия которые может быть как-то не тем боком стали отвернулись от нас повернуться все-таки лицом и помочь нам это сделать чтобы те люди которые сегодня верят в это чтобы они могли увидеть все это увидеть и как-то вот это вот представьте себе там вот я живу недалеко от уравили здесь лямер да была как она мечтала на уровне клетки изменить человеческое тело тоже чтобы оно стало светящимся чтобы не было болезней чтобы люди жили всегда но у нее ничего не получилось потому что она начинала думала о клетке а думать надо было о чем-то другом вот про хоровод не дошло до нее вот потому что хороводы водили в России и она француженка поэтому до меня и дошло потому что я жила в России я видела в детстве эти хороводы думаю что это такое не будет весной на проталинках только начинается весна еще снег а уже женщина мужчина выходит босиком и давай хороводы наяривать так что наяривать да вот кстати вот так вот наяривать да яр солнце ярое может так и солнце это рождается мы ж не знаем этого это так тоже опять воображение фантазия может правда я уже этого не знаю и так дорогие мои друзья слушающие меня понимающие пишущие хорошие слова вас немного но даже это маленькое количество включив свое вот эту силу фантазии поверьте мне и силу прошлой памяти ничего сильнее этого нет поэтому хороводы раньше наяривали чтобы солнце ярче светило чтобы весна приходила и так далее то есть они звали солнышко определенное я думаю что так можно создавать все и можно вернуться к истокам быстрее сократить время раскрутить и сократить ну кто хочет кто хочет жить этой жизнью и умирать и болеть это ради бога я никого не трогаю а кто хочет заглянуть за горизонты далеко я тому предлагаю так жить тому предлагаю так мечтать отпросить всякую херню прости господи которая все время здесь случается все время отвлекает нас все время уводит в сторону не туда так сюда ведь на самом деле я еще одну потом передачу сделала о внутреннем да о том что внутри нас и внутри нас отвлекает и снаружи потому что еще раз мы же тоже как бы из клеток состоим в которых там война бесконечная тоже везде война как там Максимовский сказал идет кровавая страшная война и в этой бочке не видно дна и она идет уже тысячелетиями понимаете вот чтобы ее остановить звезды должны нам помочь куда они делаются я вот призывайте эти созвездия какие-то должны помочь да повернуться или к созвездию повернет у меня было сказано что прозреют какие-то даже созвездия то есть что-то произойдет лик созвездия повернет и здесь вот начнутся эти изменения да они катастрофичны для кого-то они приносят смерть но ребят смерти-то нет просто один человек может умереть и сразу перейти потом в хороший какой-то мир другой попасть еще куда-то а третий человек хочет это видеть понимаете если я это вообразила если я это представила если я это знаю если я это увидела нафантазировала как угодно то я хочу это увидеть это 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 нормально правильно вот так что давайте вместе включим нашу фантазию наше воображение и будем воображать и фантазировать именно в этом направлении ни в каком другом не отвлекайтесь потому что да я тоже смотрю что происходит в мире там для трясения там люди погибли сначала я тоже страшно переживала сейчас я понимаю что все это должно происходить и поэтому я мое милосердие здесь я вам собачек спасаю оно в сердце моем если оно рядом оказалось но я понимаю все что без вот таких потрясений ну невозможно видимо как-то по-другому перестроить поэтому друзья мои подключайтесь и давайте вперед называется встали и пошли встали и пошли все всего доброго до свидания пошли воображением естественным